iPhone 11, как мне кажется, будет достаточно грустным. Возможно, будут какие-то внутри фичи, которые будут разрывать. Порно-сервис. Порно-сервис. Камера заговорила, смотри. В общем, линейку говорят, что будет пять телефонов. В этом году я не столько жду нового iPhone, сколько нового iOS. А давайте посчитаем, сколько один человек будет приносить компании доход. Я ставлю на то, что будет интересно, но революция в следующем году. Давай поспорим. Разбей, разбей. Да, чтобы было отчетно. Криш, можно пивка налью сюда? iPhone 11. Мы уже видели в этом году кучу утечек, фоточек, сливов. И знаете, что я хочу сказать? Выглядит все это весьма уныло. Вот обсудим, что утверждать этот девайс вообще в принципе, что может быть хорошего. Это Дройдер, с вами Борис Единский, Валерий Истишев и в гостях у нас Валя Вилсаком. У нас каждый выпуск посвящен отдельной теме. И выпуск длится 10 минут. Попробуем уложиться. Смотри, iPhone 11, как мне кажется, будет достаточно грустным. Apple перешла на трехгодичный цикл обновления. Думаешь так? Да. Раньше было как? Вот с iPhone 3GS мы привыкли, что выходит полностью новое устройство, а через год выходит обновленное с парой фишек или какой-нибудь ключевой. Это всегда. Поэтому рекомендовали обновлять 4, 4S раз в два года. Да. Ну и плюс это еще висело на контрактной схеме, которая в Америке очень была распространена в то время. Соответственно, у тебя получалось 4, 4S, 5, 5S. Вот начиная с шестерки, у них как-то изменился этот механизм, потому что 6, 6S и 7 это по сути одна линейка. Да, семерка очень сильно отличается, но технически, визуально это очень близкие устройства. Через год вышла, многие говорят, восьмерка, но она скорее выходила, знаешь так, для ретроградов с кнопочкой. На самом деле вышла десятка по-хорошему, и она стала новым прорывным устройством. Блин! И мне очень нравится, вот реально очень нравится, что сзади он белый, а спереди он черный. В этом в прошлом году была 10S, в этом будет какой-то новый iPhone, да, но он будет опять же визуально с челкой, со всеми вот этим, такой же покатый и бла-бла-бла. У него будет три камеры, у него, возможно, будут какие-то внутри фичи, которые будут разрывать, но визуально это будет все тот же iPhone, который... Слушай, ну вот тут как раз-таки меня смущает именно тот момент, когда они выпускали раз в два года телефон, да, как раз вот на следующий год они обычно не меняли особенно корпус, и чехольчики подходили, как минимум. Сейчас они делают очень странно, даже вот, помнишь, нет, ну подожди, iPhone X и iPhone XS, что они там вот камеру сдвинули вот чуть-чуть? Я не помогала. Что это? Сорян. Это нас с Apple слушают, понимаешь? АМВ. Камеру чуть-чуть сдвинули, и чехольчики уже не нарезают, как красиво, и тебе приходится новые покупать, это какое-то вот западло. Тут они сделают вот этот вот странный квадратный модуль, опять новые чехольчики. Ну это очень Apple, и немножко... Нормальная монетизация, что-то. Конечно, потому что, если ты не знал, iPhone делаются для продажи чехольчиков. Все как бы ради этого. Чехольчиков, конечно, поэтому... Если сделать крупный план, и просто слушать звук, то такое ощущение, что мы в замке сидим, потому что там какие-то кирпичи отвалившиеся, и у нас такое будет готическое шоу. Лофт-лофт. Может быть? Лофт-лофт сейчас модно. Может быть, готическое шоу? Нет, мне нравятся наши длинные названия, которые я не помню. Наше новое шоу на нашем канале. Каждый выпуск, посвященный теме, длится 10 минут. Попробуем ложиться. А, да, короче, надо запомнить, это наше новое шоу, это наше новое шоу на нашем канале, выпуск 10 минут, попробуем ложиться. Нет, выпуск длится 10 минут, попробуем ложиться. Каждый выпуск посещен одной теме, и длится 10 минут. Попробуем ложиться. Блин, слушай, у меня будет с этим проблема, мне кажется. Нормально. Смотрите, нормальный вопрос. А что будет делать третья камера? White angle. А у меня другая версия. Мне кажется, это будет какая-нибудь именно прям новая камера. Вот эта вот с 3D, ну, с каким-то 3D-видением, лазерная. Грубо говоря, они сделают какую-то фишку. Это будет похоже на TOF, то, что все ставят, но они назовут это по-своему. Скажут, что это вот наша 3D-суперкамера, которая будет делать клево-клево-клево. И, возможно, они сделают, наконец-то, внутри видео эффекты боке и какие-то дополнительные штуки. А мне кажется, ты знаешь, эффекты боке уже перестали быть киллер-фичей, которые можно зазывать людей. Видео. Видео тоже. Ты видел, как это работает на Samsung Galaxy, который 5G? Даже вот на Huawei, да, это работает, ну, как... На Tray-Ban весьма. Но если это сделает Apple, я думаю, это будет работать именно как... Apple сделала портретный режим одним из первых, но он тоже до сих пор такой себе, если честно. То есть даже Pixel с одной камерой за счет алгоритма делает куда более аккуратно. Потому что iPhone каждый раз... Знаешь, чтобы сделать на iPhone хороший портрет, это нужно так, типа, 5 раз. Бахнуть. Ой, ну ладно, это уметь надо. Дело в том, что даже у Huawei White Angle достаточно мыльное говно. Ну, прям откровенно. Они ставят... Samsung неплохая, потому что она, по-моему, 16 мегапикселей. Она такая, ну, более детализированная. Она не может быть резкая. Ну, White Angle у него свойства оптические не позволяют его сделать максимально резко. Ну, как тебе сказать? Она даже не то, чтобы прям не резкая, она прям вот, ну, слабо детализированная вообще. То есть у тебя же 12-мегапиксельная камера хорошая-хорошая. А тут тебе ставят хороший такой многомегапиксельный White Angle, он что-то такой... Короче, давай, давай, поспорим. Я считаю, что это будет не White Angle. Ну, знаешь, да. А ты считаешь, на что будем спорить? На 100 баксов. Не, ну давай не на деньги, на что-нибудь такое интересное. На... На 200 баксов. На 200 баксов. Давай на чехольчик для iPhone. Ну, вот. Сейчас все, кстати, в комментариях напишут, что я тебе проспорил ящик яблок, когда мы разговаривали про iOS. Вот, вот, что не привез. Это в следующей теме, можно повспомнить. Я могу судору налить тебе тут. Короче, спорим на клевый чехольчик для iPhone. Давай, давай, все, поспорим, разбей, разбей. Да, чтобы было что-то положено. Спорим? Спорим. Два года? Два года. iOS 9. Разобью. iOS 9. Давай. iOS 9, давай. На блок яблок. Я боюсь, что они скоро, на самом деле, macOS так же переделают. iPhone 11 это весьма проходное устройство. По-хорошему. Это будет классный смартфон, у него будут там свои фичи. Очень много будет реализовано, я уверен, на iOS 13 всяких нововведений. Люди будут кайфовать от этого. Черная тема, темная. Уже прям будущее случится в 2020 году. Там и 5G, там и, соответственно, новые какие-то формулы. USB Type-C. И Type-C, и прочее, все туда. Что, вы думаете, Type-C в этом году не будет? Не будет. Вот это я тоже уверен, что не будет. Почему? Ну, потому что, как раз, насчет того, что это изменение... Ну, хоть чего-то зато можно обновить. Ну, чуть-чуть зайдите, объясните мне. У тебя, как бы, здесь Type-C, в Macbook Type-C. А в iPad Air, который вышел, Lightning. Господи, вот что это происходит? Кто это здесь подобрил? Так получилось. Ну, потому что iPad Pro, понимаешь... Аксессор много нас сразу... iPad Pro, это как... Ну, проводочка зарабатывает. Это пост-PCR, и это компуктер. Понимаешь? Вот у них почему-то такая делка. При том, что это вообще ни разу не компьютер, в моем понимании. Но Type-C. А мы пользуемся. Я тоже пользуюсь. У меня этих... Не, мы пользуемся вместо ноутбук. А, да. Я реально ноут на ноуте только монтирую. Не врали, когда они говорили, что мощнее многих ноутбуков, особенно ультрабуков. Это очевидно. Не-не, мне просто поражает именно в плане мощности. Когда ты сравниваешь просто со своей там Прошкой, я сравниваю, действительно, я накидал там цветокоррекцию, ускорение. И он не греется, не шумит, но там нет вентиляторов. Все как бы это, все быстро. Гриш, а Гриш, можно я пивка налью себе? Пиво подъехало. Ой, ништяк. Кстати, было одно пиво, которое я пил и радовался. Это называется Corona Extra, как, значит, у знаменитого водителя. Но его стали производить здесь у нас, и это прям откровенное говно. Раньше была проблема его найти, когда оно было импортное. А сейчас оно стало производиться где-то там, как обычно, в Калуге, с одним чаном совсем подряд. И все, и моментально стало говно, прям пощепить невозможно. С видишь, с одной стороны интересно, с другой стороны очевидно, что... Ничего интересного ждать. Я тебе так скажу, заниженное ожидание... Это как бы ключ к успеху. Блин, а вот с тобой всегда так. Встречаешься, типа, до презентации айфона. Типа, Валя, ну что будет? Да, ничего не будет, только сидит. Говно как-нибудь покажется ныло. Потом начинается презентация. Вилсиком такой... Я люблю эту компанию! Блин, какой же он классный! Ладно, спасибо, что пришел. Ой, мужчины, давайте за встречу купим, а-то что-то как-то давно. Айфон XE-то будет в этом году? Ой, кстати, да, вопрос про вообще линейку. Говорят, что будет пять телефонов. Пять? Пять? Давай перечислить. Кратко. Ну это 10... Ну, давай будем его называть айфон 11, айфон 11S, новый XR. Айфон, подожди, айфон 11S это что? Ну это вот 10S следующий, я не знаю, как он будет называться. Одвоем модификации вот этих... 11, 11, большой? 11, большой, а замена 10R две штуки. Говорят, что еще будет какая-то с вафлей типа SE может быть. 10R две штуки? Две штуки, да. Говорят, что они также получат варианты с камерами и просто поиграются как-то с характеристиками. А, не-не, знаешь, что говорят? Восьмерку обновят. Восьмерку обновят и она получит просто новый процессор. Вот это все останется в старом дизайне. Опять же, видимо, есть какое-то большое количество людей, которые такие, хочу, айфон классический. Мне кажется, они наоборот уберут один из размеров. Вот я как раз в последнем шоу говорил, то, что там же вот эти вот утекли железячки-то с вырезами. И там получается так, что у нас будет плюс-версия, ну, в смысле, Max большая, такая же, в ней будет стоять вот этот модуль из трех камер. Но другая железячка, в которой будет стоять модуль не 5.8, у нее диагональ, а именно сколько у нас у этого? 6.1? Да, 6.1. И получается, как будто, мне кажется, там будет... Уличится просто. Да, R-ка будет и 11-й, они будут одинаковые по размеру. В смысле, у них, может быть, будут разные рамки за счет того, что это будет один OLED, другой TFT. А 5.8 вообще уберут. Вопрос в том, что, видишь, для того, чтобы зарабатывать на этом рынке, нужно все-таки дробить линейку. Прошли те времена, когда ты мог одной моделью там всех раскидывать. Сегодня надо давать действительно... Потому что они же все это еще... Текущие флагманы отъезжают в middle-end сегмент. Возможно, 10С останется на рынке, но станет более доступным. А при этом бывают случаи, когда десятка была год, ее просто убрали нахрен. Потому что на ее смену пришел как раз 10С. Это, кстати, интересный был ход и странный немножко. Такое бывало, на самом деле, если ты вспомнишь. По-моему, пятерку также выкинули быстро, потому что появился 5С. И типа, а зачем пятерка? Слушай, есть, опять же, какие-то странные адепты, которые до сих пор кайфуют от SE исключительно из форм-фактора. Типа, очень маленький, комфортный голова. И цены. И цены. Ну, опять же, когда SE выходил, он выходил достаточно дорого. Он стал народным и любимым, когда он стоил 19 тысяч. Он упал в цене, и все такие, ой, что фигня. Да, до 20 тысяч, когда он встал. Поэтому нужно понимать, что когда выйдет iPhone XE или что-то в эту сторону, он опять будет стоить полтос, и он нифига не будет бюджетным. А сейчас сам дешевый какой? Шестерка продажа? Из тех, которые я бы вообще советовал покупать, это семерка. А, семерка. Шестерка не убрали, да, из линейки? Шестерка уже не продается, да. Идея в том, что линейка будет достаточно широкая. Опять будет шаг где-то там 50-100 долларов, чтобы ты мог выбрать, что тебе хочется. Другой вопрос, что видишь, линейка, видимо, обновится, и практически все телефоны получат там Face ID. Появится кнопочка в одной версии. Ну, блин, хрен с ней. iPhone Fold 10S Max L. Был слух, что изменится очень сильно именно использование. Жесты появятся, да. Эти жесты появятся более какие-то интересные. Как бы грядет очень сильное изменение iOS именно вот в плане интерфейса, в плане управления, даже не в плане дизайна, а в плане вот этой юзабилити. В этом году я не столько жду нового iPhone, сколько нового iOS. Мне кажется, что они должны как со времен iOS 7. Ты думаешь, в этом году не в следующем это будет? Я думаю, что iOS как раз в этом году, а iPhone и в следующем. Вообще, на самом деле, есть также слух, что Apple в этом году достаточно так ровно проводит свою линейку. Ничего экстра вау ждать не стоит. Все, вообще, все анонсы на 2020 год. Это и MacBook на ARM-архитектуре. То есть, представляешь, у тебя выйдет первый MacBook на A13 чипе, A14 чипе, который вообще разорвет все нахрен. Говорят, что обновление iMac, короче, все. Вот этот, помнишь, MacBook Pro 16 дюймов какой-то себе вдруг начали ждать. Какой-то странный. Я думаю, что это тоже в следующем году. То есть, вообще, все в следующем году. В этом году так очень аккуратно. В этом году мы запускаем TV+. Да, у нас там другие задачи. iPhone и так берут такие. Arcade я жду. Arcade. Слушайте, да, про iOS мы поговорим еще в отдельном выпуске. И у нас будет iOS с Android. Да. Возрождение легендарного Батхёрта. Это R-ка вторая, а это просто вторая. Инстаграмчик. Stories за все. Что, у тебя там трассляция или что-то? У меня трассляция. Stories? А что, мы сейчас палим уже контору, да? Что-то сурочек. На фотку. Что же делаем? Давай, я. Ой, классно. Что, ты фотосикал? Могу фоточку. Слушай, пиксель, конечно, вот фронталочка просто. Радарар. В общем, будем тут интересное новое шоу. Пока тайные. Сочи, сложное название. Тут вот какой-то бородатый человек пришел. Смирается. Контент. Он сам себя не снимет. Да, поэтому даже в воскресенье все вот как положено. Можно ли сказать, что iPhone превращается из гаджета, за которым, за презентацией которого интересно следить, в устройство для потребления сервисов Apple-овских? Потому что мы видим в этом году большое порно-сервисы. И типа... Что порно-сервисы? Упор. Упорно-сервис. Мы переходим на монетизацию через сервисы, всеми шагами. И вот iPhone это просто маленький кирпичик, на котором вам кайфово смотреть Apple TV+. Ну, по факту, да. А давайте посчитаем, сколько один человек будет приносить компании доход, если он будет пользоваться всеми платными сервисами Apple. Ну, прилично, особенно если мы говорим про Америку, где там все подороже. Вот, допустим, Apple TV+, ну, 10 баксов, наверное, будет стоить, да? Ну, я думаю, плюс-минус. Arcade, ну, наверное, тоже там 10 баксов. Они же, по-моему, даже цену объявили в Arcade, нет? Я не помню. Ну, по-моему, тоже 10 баксов. Музыка, те же 10 баксов. 10 разница? По-моему, в Америке 10. Да, это у нас просто 5 сцены. Мы счастливы, честно. Ага, и по студенческому билету 75 рублей. Мне кажется, должна быть еще какая-то одна подписка, to rule them all, они, может, запустят потом. Возможно, это как такой Яндекс Плюс случится. Да. Apple News Плюс. 40 баксов? 40 баксов в месяц. Умножаем на 12, да? С одного человека, ну, лояльного пользователя Apple, компания будет получать 480 долларов в год. А у тебя есть калькулятор на это? Сколько у нас? А, это, знаешь... На ты умеешь. Лайфхак, смотри. Запускаешь поиск, и вот прям тут пишешь так, хоп-хоп, и такой умножаешь. Красиво. Получается вполне прилично, и вообще, если посмотреть отчетность их квартальную, то они на сервисах прям начинают зарабатывать. Если посчитать количество пользователей активных, помножить на 500, то получается очень звонко, да. Слушайте, еще один важный вопрос. Как думаешь, будут повышать цены в этом году на айфон? Я думаю, что пока нет. Уже очевидно, что прям цена больно ударила по спросу, наверное, и вообще уже... Хотя это один из элементов, как повысить... Цену компании. Ну, прибыль и все такое. Прибыль и компания. Поэтому, ну, айфон действительно дорого стоит. Когда у тебя топовый айфон стоит 130 тысяч рублей, уже как бы тяжело. Есть скрытое подражание. Можно сделать, допустим, терабайтную версию какую-нибудь. Или вот как Samsung бахнул керамический корпус, там, что-нибудь такое. В этом плане, да, вот такие фокусы. Ну, а вообще, мы же понимаем, что они погоды не делают, потому что самые продаваемые версии все равно находятся где-то там в середине, внизу. Никто не берет телефоны по максималке. Как они берут? У нас все берут, мне кажется, в России. В России берут, знаешь, когда... Либо максималку, либо совсем минималку. Это связано с первыми днями серым рынком, когда привозят и так их в три цены, поэтому покупают просто самые дорогие, ну, чтобы хотя бы не так обидно было. Наша наценка будет составлять 300 тысяч рублей. В Америке, например, распространена покупка айфонов по контракту, они платят как бы всегда, просто как бы ежемесячно. Поэтому, как бы, цену можно все равно немножечко поднимать, поднимать, и это как бы не сильно будет отображаться. Но у нас сейчас тоже, кстати, очень популярный стал лизинг, кредиты уже какие-то более интересные, там типа 0024, вот это все. А ты платишь подписку на смартфон, послушай. А, вот, подписка. Да, да, да. Вот, да. К этому все. Что-то там получается 45, по-моему, косарей за фойму. Ну, это все название кредита, на самом деле. Не, прикольно, если в подписку будут входить еще и сервисы подписки. Ты такой платишь, у тебя там все... Не, ну как, тебя же потом меняют телефон. Вот тебе кайфика основная. У тебя телефон меняют, это же не просто кредит, который полтора года выплатишь. Мне кажется, люди не очень любят... Получается, ты пока платишь подписку, у тебя телефоном ты не владеешь. Кредит ты выплатил, и телефон твой, делать-то ничего хочешь. Да, да. Да, да. На хер на тебя владеть. Ну, нет, нет, нет. Это экономика будущего, кому-то. В России вот действует этот принцип владения. В России надо владеть, надо квартиру свою, надо дать, с помощью машины. Да, да, да. Но это все уходит же все равно. Без Соляриса жизни нет, но я согласен, современные люди, они вот эта шеринг-история очень активно развивается, и сегодня действительно зачем владеть там своей девушкой? Ха-ха! Тогда можно ее пошарить. И тут мы возвращаемся к порнохоте. Да, да. Ну что, друзья, что мы узнали про iPhone 11? Я ставлю на то, что будет интересно, но революция в следующем году. Type-C не будет, будет, скорее всего, широкая камера. Или нет. Или нет. Или у меня новый тихольчик будет. Поверьте, Валер, подорожание не ждем. Ждем много версий расширения линейки. И... Ой, что-то я икнул немножко. Доставай уже сразу 11. 11, да, такой... Мне кажется, к тебе постоянно должны подходить люди на улице и спрашивают, 11 iPhone есть? Не, ну спрашивают, знаешь, что люди иногда на улице подходят, например, реально в лоб за этот вопрос. Типа, вот у меня там 40 тысяч рублей, что купить? Ну, нормально. Серьезно, а я иду, знаешь, с пакетами из магазина. Вот такие вещи. Из Икеи я шел, я заехал в Икею купить какой-то, знаешь, мелочи. И в итоге вышел с какой-нибудь кучей пакетов, как это обычно бывает. Это Икея, да. Я такой иду, а я запарковался далеко. И такой иду. И чувак такой бежит, такой, давай сфоткаемся. И такой, серьезно? Он такой, давай я донесу пакеты, а потом мы сфоткаемся. Сувак, ты молодец, мы реально с ним очень весело дошли. Через три года встретились, а он, короче, зампремьера, вице-премьер правительства. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот видос. Пишите, кстати, в комментариях, как вам такой формат. Длинно, коротко, бодро, уныло. Но мы попробуем лазиться. Гот, шляпа, ведущий, говно. В общем, все ваши боли оставляйте в комментариях. И в восторге тоже, мы надеемся на ту жесть. Ставьте лайк, подписку, колокольчик нажимайте. Увидимся с вами скоро. Спасибо Бару Метод, в котором мы все это снимаем. До встречи в будущем. Пью. Долгое время Android и iOS сближались и чуть ли не в засос. Он ходил со всеми Nexus'ами, со всеми пикселями. Человек с яблочным пюре в голове. Я полукровка, да. Я могу своим iPad'ом заряжать свой Android. В Android'е видишь, что ты такой же нищенское говно. Может, я дебил? Короче, может, со мной что-то не так? Ты прямо в больное место сразу попал. Всегда говорили, Android тормозит. Это сейчас не так. Что, настройки все стырили у iPhone'а, прям муа, вообще. Пожалуйста, живите в своем замкнутом мире. Будьте, как бы, тебе заключенными.